Я приветствую вас на моём канале. 14 сентября, 1 сентября по старому стилю, отмечается праздник Симеон Столпник, Симён Летопроводец, Симёнов день. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают преподобного Симёна Столпника Антиохийского. В народе, по народному календарю, праздников и примет, в этот день отмечают Симёна Летопроводца. Этот день назвали так, потому что, по поверьям, осень с этого времени полностью вступает в свои права, а значит, лето уже не вернётся до следующего года. Также этот день называется «Бабье лето» или «Проводы лета», так как именно с этого дня начинается осень. Это был очень важный день у наших предков. Считалось, что именно сегодня человек может сделать так, чтобы следующий год был зажиточным. Приметы на 14 сентября раскрывают особый секрет, благодаря которому человек может обрести богатство и счастье. Чтобы этот день принёс удачу, его нужно провести радостно, весело, в компании, будто сегодня большой праздник. Желательно собраться с родными и друзьями, празднуя окончание лета. Особый секрет богатства и счастья в этот день в том, что за столом обязательно должно быть пиво. Хозяин семьи должен проставиться пивом на всех гостей, тогда у него весь следующий год будет зажиточным. А все, кто выпьет сегодня пиво, будут жить гораздо счастливее. Также, по традиции, люди 14 сентября наряжаются в праздничные белые одежды. Это приносит удачу. Приметы на 14 сентября говорят, что сегодня лучший день для переезда в новый дом или в новую страну и отличное время для путешествий. Если въехать в новое жильё сегодня, то жизнь будет успешной и счастливой. Также приметы на 14 сентября говорят, что сегодня нужно хоронить мух и тараканов. Считается, что если убить этих насекомых и похоронить их, то они навсегда покинут жилище. Существовало у крестьян поверье, что в Семёнов день уже расползаются на три версты по окрестностям. Поэтому крестьяне, идя следом за змеёй, несли добытый из сухого дерева живой огонь и окуривали им землю. Считалось народе, что этот ритуал защитит поля от завистливого глаза и проделок нечисти. Замечали люди, что 14 сентября практически не видно воробьёв. Согласно поверью, их сегодня собирает чёрт и решает, сколько птиц у себя оставить, а сколько вновь отпустить на волю. Крестьяне спешили до Семёна убрать яровые, иначе посевы могут уничтожить предстоящие сильные ветры и обильные осадки. Обязательно пускали в поля скот, веря, что тогда животные весь год будут здоровыми. С 14 сентября наступало бабье лето, поэтому по приметам и сегодняшней погоды предсказывали, какими будут остальные осенние месяцы. Если не настье, будет сухо, если же знойно, осень будет сырая. На Семёна встречали осень, проводили обряд осенины, пели песни, водили хороводы, устраивали осенние игрища. Богатые крестьяне ставили рядом со своими воротами пиво и брагу, а также пироги с разными начинками. Хозяин выходил со двора и зазывал к себе хороводников, угощая их. После предлагали угощение старикам, нищим и сиротам. 14 сентября зажигали новый огонь в домах. На ночь оставляли только лампадный, а поутру пожилые терли сухое дерево от дерева, а молодежь зажигала спицей новое пламя, которое использовали для разжигания печей, топки, бань и зажигания свечей. Семёнов день было принято переезжать в новые избы и отмечать новоселье. Согласно поверью, это принесет новым жильцам счастье. Какая погода в бабье лето 14 сентября, такой и осень будет. Жаркий день 14 сентября, осень будет дождливой. Если сегодня не Насте, то осень будет тёплой и сухой. Тепло в этот день и вся зима будет тёплой. Приметы на 14 сентября говорят, что как этот день проведёшь, такими год будет. Чтобы было богатство, нужно проставляться пивом и пить пиво. Чтобы не было тараканов в доме, их нужно похоронить в этот день. Наши предки верили, что самое подходящее время для начала новой жизни это 14 сентября, Семёнов день. Ведь не даром именно сегодня крестьяне зажигали в домах новый огонь. Именно с этим поверьем связана и основная народная примета этого дня, которая гласит, что 14 сентября на Семёна нельзя жить по-старому. На Руси именно на сегодняшнюю дату даже планировали новоселье. И поэтому, если есть возможность переехать, то нужно обязательно это сделать. Тогда хозяева будут жить в счастье и радости. Если же переезд не запланирован, то 14 сентября желательно сделать перестановку в доме или же поменять шторы, гардины, покрывала на другие, внести любую новизну в интерьер. По примете, не рекомендуется Семёнов день проводить с прежним светом, освещением, иначе очень скоро о себе напомнят давние проблемы. Надо, чтобы самый старший член семьи выкрутил лампочку у входной двери, а подросток крутил новую. Если молодежи в доме нет, то можно об этой услуге попросить знакомого или родственника подросткового возраста. 14 сентября нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Их надо отдать нуждающимся, тогда в семье всегда будет достаток и благополучие. Кстати, этот день очень хорошо подходит и для благотворительности. Можно передать вещи в приют, детские дома, перевести сумму на счет больных или обездоленных. Древними поверьями запрещено в этот день выкидывать убитых мух, тараканов, клопов и других насекомых. Иначе их в следующем году будет еще больше. Им нужно сегодня устроить похороны. Насекомое нужно положить в разрезанный овощ или фрукт, который после закопать у дерева. Нельзя 14 сентября выражать негативные эмоции. Нужно, чтобы сегодняшний день прошел в позитивном настрое, тогда впереди будет ждать везение и удача. Не рекомендуется в Семенов день подметать пол. Вместе с мусором можно вынести из дома достаток, благополучие и здоровье. Кстати, по этой же причине не стоит и пылесосить. Если гуси в этот день летят в теплые края, примета, что зима рано придет. Кусаются мухи в этот день, ожидается ненастье. Если сегодня тепло, то и вся зима будет теплой. Если в этот день пасмурно, примета, что осень будет затяжная. Народе считалось, что рожденные в этот день очень любят одиночество. Счастье к ним приходит только после достижения 20-летнего возраста. В Семенов день проводили ритуалы и обряды, читали заговоры на девичью красу. Проводили такой ритуал, чтобы красавицей слыть. 14 сентября девушка наряжалась и наводила румянец. После глядела в зеркало, приговаривая такие слова. «Как в зеркале при лестнице гляжусь, по жизни такой и останусь. Не спадет с меня никогда красота, писаной красавицей буду я». Потом обходила трижды вокруг дома против часовой стрелки. Заходила в дом и плевала через левое плечо. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok